И так, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. И знаете, дубль, дубль, дубль два. Почему дубль два? Потому что я начал сегодня снимать вот этот прекрасный домик, ребят, чтобы вы понимали. Ну, реально прекрасный домик. По цене двухкомнатной квартиры в прекрасном городе Сочи. Вот с таким потрясающим видом на море. Ну и, конечно же, конечно же, как это всегда и получается, у меня почему-то флешка. Флешка глюкнула и реанимировать ее не получилось. Сегодня я снял для вас пять объектов и сегодня по новой. Купил сейчас новую флешку и начинаю опять для вас все снимать. Итак, закрытая территория. Вот она, видите, входная группа, точнее, не знаю, группа. И вот здесь мы видим с вами один домик, второй, третий, четвертый. Вот эти дома я снимать не буду, потому что они черновые. Стоит просто неадекватных денег, видите, там еще вкладывать, вкладывать, вкладывать. Этот дом 300 квадратных метров. По большому счету, кто-то скажет, блин, что здесь такого интересного? Да, ничего особо интересного нет, помимо того, что там вся опорная стена хорошо обделана, обделана камнем. Помимо того, что здесь есть оборудование для бассейна. Сразу говорю, бассейн здесь пока еще не сделан. Помимо того, что здесь именно есть, я спойлерну немножко, банькам на дровах. Вот можете все это посмотреть. Вот они, те самые дрова, сама по себе баня. И давайте попробуем посмотреть по факту, что мы здесь с вами имеем. Если честно, мне этот дом нравится самому по одной простой причине, потому что в этом доме есть все, что у меня есть, ну, именно из моих запросов к дому. Почему? Ну, смотрите, мы с вами, например, подъехали на прекрасном автомобиле. И, смотрите, мы сразу с вами попадаем в какое-то место, где, в принципе, уже будет себя хорошо, комфортно и замечательно. Здесь уже есть у нас тот же самый газовый котел. Здесь гараж. Притом, гараж довольно-таки хороший. Я сегодня даже пробовал, загонял сюда автомобиль. Два автомобиля можно поставить. Соответственно, зимой будет в машине тепло, летом будет в машине прохладно. Да, это самое главное. И, конечно же, помимо всего, вот как и в любом нормальном доме, ну, в моем понимании, должна быть такая площадь, где можно хранить то или иное. Например, здесь можно, не знаю, хранить удочки, всякие всевозможные рюкзаки, резину, если вдруг потребуется. Можно хранить, в конце концов, лыжи, сноуборд и так далее. Ну и, посмотрите, да, высота потолков позволяет сделать все, что угодно. Здесь высота потолков, там, 5,5 метров. Теперь, что касается своего дома. У всех ассоциаций свой дом, это непременно должен быть, как минимум, такое приватное место, где в конце ты можешь помыться и попариться. Ну, опять же, да, вот если мы возьмем с вами вот именно вот эту парную, это у нас не электрический, так скажем, да, не электрическая каминка, а именно на дровах. Я бы, конечно, поставил побольше, чтобы как затопить, так затопить. Вот здесь мы с вами видим вот эту соль, соляную, что-то холодную, офигеть просто можно. И вот такое вот подсвечивается, вроде все красиво, все романтично. Ну, я считаю, что вот банька, в принципе, нормальная для дома, там, если вдруг у вас мам, папа, я, соответственно, можно немножко там на камешки подбросить. Мелочь, да, кажется. Ну, я видел, сколько это все это стоит в магазинах. Сделано все очень даже хорошо. Для бани просто однозначно за счет. Ну, и, конечно же, помимо всего, имеется здесь еще и санузел. Санузел, санузел, санузел. Это место мне нравится больше всего. Почему? Потому что здесь я вижу, что можно сделать спокойно комнату. Она получится в квадратах, наверное, 40, не меньше. Здесь можно также застеклить. И знаете что? Это хороший вариант для гостей. Приехали гости или там, не знаю, так получилось, вот они могут здесь остаться. У них есть. Они не будут себя чувствовать в гараже. потому что здесь есть естественное освещение. Здесь вид, соответственно, на море. Прям хороший вид на море. Я снимаю широкоформатную камеру, поэтому, может быть, что-то искажается. На самом деле, вид очень достойный. Не в каждом доме, да не в каждой квартире такой вид наблюдается. Здесь все очень сделано хорошо. По большому счету, здесь можно легко сделать гостевую комнату, не извиняюсь. И те гости, которые к вам приедут, они непременно останутся довольны. Ну, реально, как бы, хорошая площадь. Здесь можно сделать также, например, тот же самый, там, гардеробную. Внизу можно сходить в туалет, в конце концов, помыться. И вот здесь можно спокойно уже, как говорится, разложиться. Однозначно зачет. Вот по цокольному этажу мне все нравится. Баня есть. Соответственно, гараж полноценный есть. Место, где что-либо хранить, тоже есть. Котел находится вот в этом месте. Он не загораживает, не шумит, не раздражает никого. И давайте попробуем подняться. Да, кстати, дом у нас из ЖС. И домик мы будем с вами непосредственно с ремонтом. Теперь мы вот с вами спокойно поднимаемся. Мне особенно нравится, когда ты в дождь приехал. Не промок, ничего. Поднимаешься. Здесь, конечно же, ты вечером, если поднимаешься, просто потрясающий вид на ночной город. Здесь вид ночью просто бомба. Ну и, конечно же, такой вот мы видим с вами такой вот холл. Учитывая, что снизу и сверху все закрывается, здесь будет довольно-таки тепло и комфортно. Участок уйдет вот до той зеленой штучки, до зеленого забора. Дальше идет национальный парк. Поэтому тоже за счет того, что дом у нас, получается, гараж у нас под домом и баня под домом, получается участок, хоть и кажется, вроде 4 сотки, вроде очень мало. Посмотрите, сколько остается полезной площади именно для того, чтобы можно посадить пару кустов смородины, помидор, огурцов и так далее. И вот здесь при желании тоже можно что-то придумать и такое сделать. Вау, прикольно, интересно. Но это уже на усмотрение, потому что вот до зеленого забора эта территория и эта территория принадлежит этому дому. Опять же, что здесь тоже мне такое интересное понравилось, это вот отделка дома. Посмотрите, вот такой вот камешек, искусственный камень, он обалденно смотрится. И помимо всего мне нравится то, что здесь уже подготовлена ниша для хорошего полноценного бассейна 4х8. И, соответственно, можно здесь, когда вы купаетесь, можно делать просто потрясающие фотографии либо вечером на фоне ночного города. Опять же, если мы посмотрим здесь вид и на горы, вот они, смотрите, горы парят, снежные шапки, здесь у нас море, здесь у нас гора Ахун. Ну, классно все здесь, прям реально хорошо. И, опять же, что понравилось, вот прям можно здесь вот так вот, как я поставил машину, можно еще машины ставить и тем самым, если прямо вам приехали гости, там приехали ваши знакомые, они тоже как бы найдут где разместить свою транспортную средство. Бассейн, не знаю, делал бы я или не делал, если честно, хотя, наверное, делал бы, хотя просто, чтобы для интерьера это можно было сделать. Вот в этом месте, видите, все выведено, это канализация и вода, для того, чтобы, наверное, сделать хорошую такую зону барбекю, может быть, сделать еще здесь беседку, и чем хороша зона барбекю, вы, например, вот с кухней, мы сейчас съем, с пылерным, может быть, сюда выходить спокойно и, например, готовить там мясо, рыбу и так далее. Я считаю, это будет очень-очень-очень круто. Опять же, вчера были дожди, мы здесь видим, что все здесь сухо, все хорошо, все прекрасно и все замечательно. Теперь по поводу того, какого бордюра. Конечно, хочется, чтобы было примерно вот так. Посмотрите, сколько здесь собачек. Вот, видите, получается вот этот стеклянный такой, все красиво сделать, потому что ничего такого лишнего и не хочется. Ну, в целом, как сами видите, участок довольно-таки добротный, гараж обалденный, места там для подсолного помещения тоже хватает, центральная вода, электричество. И давайте зайдем в сам дом, посмотрим, что же из себя представляет домик. Дом я уже как-то снимал. Здесь, конечно, просится сделать двери-купе и, соответственно, этого ничего вида не будет. Здесь можно разместить те самые вешалки и так далее. Здесь же можно разместить владельную доску, здесь же у нас стиральная машинка. В общем, в принципе, ну, я даже сказал, будет донюшкаф и такое хорошее, полноценное гардеробное. Здесь, наверное, это больше про кабинет, потому что, если, например, посмотрим, как мы рассмотрели с вами цоколь, там можно сделать гостевое. И себя гости не будут чувствовать дискомфортным. Я, конечно, гостеприимный человек, однозначно. Ну, я считаю, что вот в доме у меня мои гости не должны быть. Он на улице может посидеть, там, не знаю, там в баню можно сходить. Дома это все-таки должна быть приватная территория. Ну, или кто-то, если живет с мамой, например, я думаю, здесь тоже смогут разместить. Или, например, кто-то живет с нянечкой, или кто-то живет еще с кем-нибудь, или кто-то, может быть, из вас живет с любовницей, такое же тоже бывает. Тоже, в принципе, вот эти, нормально, хорошая комната для любовницы есть. Итак, теперь, например, по мелочи, да, начнем с вами с чего. Смотрите, здесь у нас алюминий. Хороший, добротный, качественный алюминий. Вид все равно у нас и на горы, вид у нас и на море. И я могу сказать, кто скажет, вот, там, не вид. Ребят, еще раз посмотрите, камера широкоформатная. Сейчас я попробую кое-что сделать, чтобы вам было понятно, как это все будет выглядеть. Вот смотрите, вот так это будет выглядеть, именно такой вот вид, понимаете, вид более чем зачетный. Теперь, что касается самой кухни-гостиной. Кухня, я считаю, более чем огромная. Здесь есть и посудомоечная машина, здесь очень много рабочих поверхностей, хорошая вытяжка, соответственно, кому нравится варить на открытом огне, тоже этим может воспользоваться. Харладильник, зона для того, что можно принимать гостей, в том числе, хороший, красивый диван. Все сделано, я могу сказать, очень даже хорошо, учитывая, что дом уже две зимы перезимовал, никаких вот я не вижу косяков, все углы сухие, ничего здесь нигде не подтекает. Вчера был дождь, я вчера в этом доме был, а сегодня уже решил его снять. Ну и, конечно, помимо всего, вот вы взяли, вышли, например, и вот здесь приготовили на открытом огне. Здесь я бы сделал такую прям серьезную зону, сделал бы барбекю, чтобы был бы и казан, чтобы может был и плов саварганить, как говорится, и все остальное. Все красиво, высота потолков 3 метра, ну и, конечно же, внизу в том числе имеется у нас и сам узел. Только где у нас здесь, ладно, сейчас посмотрим, где-то он у нас включается. Ну, как бы так, ребята. Первому этажу не получается придраться. теплые полы. Ремонт может быть не такой прям вау-вау-вау-вау-вау, но ремонт более чем достойный. Многие из вас как бы такой бы ремонт с большим удовольствием сделали в том числе и в своем доме, либо в своей квартире. Если кого-то не устраивает ремонт, то у вас есть уникальнейшая возможность, извиняюсь, есть прям уникальная возможность, вы можете купить себе дом черновой, благо один из этих домов продается, если не ошибаюсь, за 38 миллионов, это дома по 180 квадратных метров, без земли, без ничего, и можете сделать себе ремонт. А так, по сути, знаете, я не понимаю, почему данный дом так дешево стоит, учитывая, что есть 300 квадратных метров, 300 квадратных метров с ремонтом, он получается продается по цене дешевле ремонта. Вот, вот именно так, по цене дешевле ремонта. Давайте поднимемся с вами на второй этаж, посмотрим, что же там у нас такого интересного есть. Здесь сразу ступеньки сделаны в три этапа, потому что высокие потолки, ну и в конце концов, в конце концов тоже есть некоторые сюрпризы, моменты, сейчас я вам тоже это все покажу, например, если вот здесь мы с вами выйдем, смотрите, вот здесь мы видим с вами такую зону, такую парковую, национальный парк, и вот здесь видите, калитка есть, вы можете подняться и погулять там по лесу. Здесь есть возможность подняться на эксплуатированную кровлю, ну и я думаю, что наверное может быть снизу сделать лестницу, да и в целом здесь земли хватает, я думаю, эксплуатированную кровлю это уже я больше думаю, это больше произвращение. Что касается этой зоны, я думаю, здесь по логике надо посадить какие-то фруктовые деревья, а внизу уже можно что-то такое извращенное сажать, потому что здесь, я думаю, нет смысла заморачиваться, нет смысла что-то там вырубать, делать, вот видите, соседи, например, у них до сих пор участок толком не облагорожен. ну и теперь давайте посмотрим что же у нас именно на втором этаже. Одна спальня нормальная, полноценная спальня, такая, такая и должна быть. Интересные люстры, все сделано, ну, нормально, хорошая спальня, ну, я видел спальни гораздо меньше. Есть, соответственно, вторая спальня, она уже побольше и данная спальня со своей изюминкой, извиняюсь, эта изюминка заключается в том, что здесь вы можете спокойно выйти вот на такой вот свой балкон. На балкон и наслаждаться потрясающим видом. Здесь даже шпиль видно это морского вокзала. Опять же, еще раз посмотрите, вот они, горы, вот они, заснеженные горы, вот они, зеленые горы, гора Ахун, ну, и вот, в общем, птички поют, все красиво, все прекрасно, все замечательно. Если мы вниз поезжаем, это район КСМ, там есть все то же самое, школы, там, дом культуры и так далее, если мы наверх, то там у нас попадаем в район Донская. Вот машина едет, да, буквально там, вот она, видите, автобус-осстановка. Да, автобус на остановке 50 метров, но верно здесь тишина и спокойствие. Поэтому, например, если покупаете дом родителям, родители тоже смогут данный домик оценить. Во всяком случае, спокойно смогут добраться от точки А до точки Б. Вот там кровать уже, тут все уже у нас входит. Здесь, конечно, можно было шкаф какой-то разместить. Ну, вот если честно, я бы, наверное, выход бы убрал бы на эксплуатированную кровлю, она здесь лишняя. А вот с этой стороны лучше бы сделать какой-нибудь гардеробный большой. Ну, это у меня мои такие-то арканы в голове. Здесь мы с вами видим санузел. Это уже, по сути, уже третий санузел, потому что первый у нас на цокольном этаже, второй санузел у нас непосредственно на первом этаже и на втором этаже. Теперь давайте посмотрим основную спальню. Это спальня хозяйская. В целом, хорошая, большая спальня. Все сделано. Кровать есть, телевизор есть, место для вещей, для шкафа есть, два окна, вид, само собой, разумеющееся, на море. Это тоже огромнейший плюс. Во всяком случае, для многих, например, вот Надю такой вид однозначно понравился. Вид реально зачетный. Вот прям супер. И здесь есть небольшой сюрприз. Какой сюрприз? Давайте я постараюсь вам показать. Сюрприз эту территорию можно сделать так же, как и у соседей. Сделать стекло и, посмотрите, можно здесь сидеть, в конце концов, отдыхать и так далее. Блин, я постоянно пугаюсь этой девушкой. Второй раз уже сегодня снимаю, такое ощущение, как будто стоит настоящая девушка и смотрит на меня. Как будто она за мной подглядывает. реально. У меня аж первый раз, когда я ее увидел, у меня аж сердце в пятки вышли. Думаю, нифига себе. Сейчас скажут, вот ты меня снимаешь. А представляете, вдруг она голая была бы. Ну, это жесть же просто. Соответственно, самое интересное, что ни один из соседов не может заглянуть и посмотреть, что у вас здесь творится, потому что вы находитесь в такой занервной такой территории. Можно делать все, что угодно, хоть в трусах ходить. Это тоже не в каждом доме вы себе можете позволить. ну и конечно же по грибы сходить туда в лесок или просто прогуляться с собакой, то добро пожаловать. Вон, тут же у соседей есть места для собак. Все выделено, все красиво, будки. Я думаю, здесь тоже можно было все это организовать. Самое интересное, что ни разу я не слышал, чтобы собаки гавкали. Собаки, наверное, культурные, даже культурные, чем многие люди. И посмотрите, вот так вот можно все это обыграть. Ротанговую мебель. Все это красиво сделать, все это подсветить. Ну и самое главное, сюда шикарно подъездные пути. Вы сюда едете, не материтесь, не ругаетесь, потому что прекрасно понимаете, что здесь доехать сюда довольно-таки комфортно. Следующий момент, да, еще один немаловажный момент. это все-таки площадь 300 квадратных метров, по большому счету, если вы скажете, блин, жилой же меньше. Да, ребят, жилой меньше, жилой 200, да, это если берем с вами первый этаж и второй этаж. Но, ребят, ну, цоколь же тоже надо считать, потому что в цоколе имеется у нас и сауна, и места для вещей, и много чего. Поэтому получается, по большому счету, идеальный дом. Идеальный дом с идеальным расположением, идеальная локация, центральный район Сочи. Сюда я добрался очень, скажем, быстро. Как бы так. Как бы, как бы, как бы так. Ну, и теперь, наверное, все-таки нужно подытожить, подвести итог. В целом, да, не нашел здесь прям таких косяков. Само собой, хотелось бы, наверное, может быть, что-то там по-другому свое. Еще раз повторюсь, можете купить дом черновой и делать уже под себя. Кстати, если внизу у нас теплые полы, то наверху у нас вот такие радиаторы. Ну, все смотрится, все очень даже хорошо. Во всяком случае, меня бы такой ремонт полностью устроил. Теперь цена. Цена данного дома сопоставима с ценой наверное двухкомнатной квартиры, более-менее нормальной. Цена 45 миллионов рублей. Ну, и перед тем, как сказать, что это дорого или еще что-нибудь, ребят, ну, смотрите, у меня сейчас друг делает ремонт в 120 квадратных метров. Вот, ремонт техника и мебель ему обходится в 25 миллионов рублей. В 25 миллионов рублей. Делает он ремонт в Лазурном берегу. Пускай там, может быть, ремонт будет получше или еще что-нибудь. Ну, вот сейчас средний ремонт, более-менее нормальный, с ремонтом, ну, я имею в виду, с самой работой и так далее, обходится как минимум, как минимум обходится в 100 тысяч рублей с квадратного метра. как минимум. Плюс еще ваши нервы, ваше время и так далее. Мне этот дом очень нравится. Кто скажет, ты его снимал? Да, я его снимал, он был на задатке, потом у нас сделка сорвалась в связи с тем, что у нас творилось в мире. Сейчас данный дом продают, потому что данный дом большой для семьи из двух человек. Хотя, не знаю, я бы вдвоем с Надей здесь жил бы. Может, по барабану было бы на все. Мне нравится. Очень круто. Как бы и расположение нравится. Кто скажет, тебе все нравится? Да, мне просто, конечно же, в Адлере дом, который я снимал совсем недавно, нравится именно в плане фарфер, двускатная крыша, нравится больше, но мне не нравится Адлер. Ну, мне лично, потому что я привязан непосредственно к Сочи. Ну, и все-таки хочется, чтобы был гараж, хочется, чтобы был большой бассейн полноценный, хочется, то хочется это. И вот здесь все это я могу получить. Все, ребята, 45 миллионов рублей. Если вдруг у кого-то возникает желание купить хороший безбассный дом, обращаемся. Хотя, в принципе, этот дом я снимаю для своего клиента. уже, в принципе, я с телефона записи прислал, осталось только ну, посмотреть полноценный обзор. Я думаю, что дом уйдет. Просто на секундочку, дом, который у нас имеется в Адлере, за него сегодня уже внесли, который я снимал за 40 миллионов рублей, за него внесли уже задаток. Если вы думаете, что там в Сочи, там, не знаю, сейчас стагнация, никто ничего не покупает и так далее, то вы, наверное, ошибаетесь. Да, есть у нас жесткий неликвид, такое, как, не знаю, там, Северный Сплон-Бытки некоторые объекты, там, в Кудепсте, да, там может быть стагнация и все. А, например, если мы берем с вами ликвидные варианты, тот же самый Лазурный берег, тот же самый, не знаю, остров Мечты, тот же самый Парь Горького, там, конечно, сейчас очень тяжело найти квартиру, квартиру на вес золота, так же, как дома в элитных коттеджах, поселках очень тяжело. Поэтому думайте сами, решайте сами. Всем добра и пока.